Уже давно растет понимание, что ближайшие месяцы станут решающими в войне. И по мере того, как проясняется положение воюющих сторон, становится очевидно, у Путина на руках не лучшие карты. У него нет возможности решительно изменить положение дел на фронте и таким образом заставить Киев смириться с потерей оккупированных территорий. Не хватает боевой техники, не хватает профессиональных военных, ставка на энергетическую блокаду Запада и раскол в НАТО не оправдалась. Наоборот, Запад все решительное поддерживает Украину. Танки, БМП, артиллерия, дальнобойные снаряды – уже решенный вопрос. Очередь за самолетами. И похоже, что решение о танках стало вот этой точкой психологического перелома. Уходит вера, что Путин и его генералы смогут добиться победы на поле боя. Пропаганда уже переходит к мистическим практикам. Ищет знаки свыше, что война идет за правое дело. Читает, можно сказать, между строк, ну то есть между цифр. Этот гонзейский кретин Шульц меня просто очередной раз удивил. Решил выделить 14 Леопардов-2 и 88 Леопардов-1. 14,88. Ну что тут скажешь, спалились. Мы ведь сначала не верили, но потом посчитали танки. Штирлиц шел по коридору. Увидев фашистов, он сначала 14 раз моргнул правым глазом, а затем 88 раз топнул левой ногой. Проходи, сказали фашисты. Здравия желаю, ответил Штирлиц. Главная тема сейчас в Европе – передача Украине танков. Тратиться особенно никто не хочет, но и отступать уже поздно. Обещали же укронацистам танки. Теперь вот уже скоро в украинских степях вновь появятся немецкие танки с крестами. А еще, возможно, танки стран-победителей во Второй мировой войне – Англии, Америки и Франции. Только в этот раз, спустя 80 лет, они выбрали сторону нацистов. Что говорить, когда нечего говорить, что они с крестами? Как объяснить, что все державы мира шлют Украине на помощь танки? Никак. Танки еще не приехали на линию фронта, а уже стали поворотной точкой. Сначала танки, потом саммит с Евросоюзом в Киеве, затем поездка Зеленского по европейским столицам. Нет, они не проигрывают войну. Не похоже. Тогда кто проигрывает? Маргарита Симоньян призывает не бояться смерти. Она, например, готова. И очень хорошо понятно, что А. Умирать она, разумеется, не планирует. Б. Это демонстрация верности Его Величеству. Говорят еще со времен ковида. Адъютанты, которыми себя окружил Путин, чуть ли не ежедневно клянутся ему, что готовы отдать за него жизнь в бою. И В. В этих словах, в этих речах не видно боевого задора и оптимизма. Не видна победа. Путин продолжает рассуждать о целях спецоперации и боевом духе российских воинов. Чиновники демонстрируют стройность своих рядов. Рамзан Кадыров настаивает, что Запад встанет на колени и будет молить о пощаде до конца лета. Валентина Матвиенко предлагает Украине сдаться по-хорошему. Отдать часть своей земли Путину и предотвратить таким образом катастрофу. Но все равно приходится признать, все идет не так, как задумывалось. Я думаю, что ни один человек, в том числе люди, которые планировали эту спецоперацию, не ожидали, что это затянется так надолго. Мне кажется, очевидно, что никто, конечно, этого не предвидел. Почему? Потому что никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать не с Зеленским и его там с подручными, СВУ, СБУ, а мы будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом. И музыка такая жизнеутверждающая, слышите? Вот она реальность. Маргарита Симонян, не мудрство и лукаво, объясняет. Мы думали, будет как с Крымом в 2014 году. Ну, почти как с Крымом. Может, чуть больше крови. Я цитирую почти дословно. А выходит-то оно вон как. Заметьте, никто вокруг не обсуждает, что будет, когда Украина капитулирует, или когда Путин захватит Киев, или хотя бы Донбасс. Что потом? Наоборот, в воздухе висит вопрос. А что будет, когда Путин проиграет? Что будет, когда российскую армию оттеснят обратно за границы 24 февраля? Когда Соловьев на втором канале рассказывает с выражением, как он любит, как русский штык посадит шольца на скамью подсудимых, в это точно не верит он сам, не верит никто в студии, и сильно сомневаюсь, что найдутся такие зрители. Не за этим же они это смотрят. Когда Зеленский говорит, что Россия проиграет, ему аплодирует весь британский парламент. Мы знаем, что Россия проиграет. И мы действительно знаем, что эта победа изменит мир. Это будет та перемена, в которой мир давно нуждался. Зеленский так и ставит вопрос, что это будет за мир после поражения России в войне. В Европе идут дебаты, как и когда принимать Украину в Евросоюз. Газдепи размышляют, как решать вопрос о Крыме. Западная пресса обсуждает, вот Россия проиграла, что она будет делать дальше. Теперь Путин станет еще активнее трясти ядерными ракетами, превратит Россию в большой Иран, будет спонсировать терроризм, шпионить, устраивать кибератаки и так далее. Это пишет известный американский политолог Айен Бремер. В этих и других рассуждениях есть одна константа. Путин проиграет. Призыв Алексея Явлинского остановить боевые действия, ну то есть зафиксировать статус-кво, воспринимается как косвенная поддержка Путина, именно потому, что Путин проигрывает. И всем понятно, остановиться значит дать ему долгожданную передышку. Да, что можно будет считать поражением Путина, вопрос сложный. Но победы не будет. Это консолидированная позиция Запада, и это понимание уже несколько месяцев, как зреет и внутри российской элиты. Политолог Татьяна Становая писала еще в конце декабря. Ощущение, что выскочить из войны не только не получится, но и нет такой опции в принципе. По крайней мере, у нынешнего руководства страны. Начатую войну режим не может не выиграть, нет ресурсов, не проиграть, психологически не готов. А значит, все эти разрушительные внутренние тренды будут только усиливаться. Странная смесь наступающего мрака, попыток системы сгруппироваться с внутренней деградацией. По сути, с конца декабря изменилось только то, что российская армия начала наступление. Правительство готовится к затяжной войне и продолжает переводить промышленность на военные рельсы. Пока с помощью отсрочек, вычетов и субсидий. Предприятия, отслуживающие войну, получат из бюджета деньги на модернизацию производства, бизнес получит льготы по аренде федеральных площадей. Кому война, а кому мать родна. Работа на нужды армии – это клондайк, доступ к большим деньгам, к миллиардным контрактам. Как это работает на практике? Газета РБК рассказывает про новую форму для российских военных, которые на фабрике в Ярославской области вместе со своим партнером шьет 22-летний выпускник МГИМО Артем Степаненко. Не просто вчерашний студент, а патриот и эффективный бизнесмен, раз получил такой серьезный контракт. Быстро пробежимся по основным этапам карьеры. За три года до войны сын самого влиятельного, как пишут в местных блогах, человека в Ярославской области, главы областного правительства Дмитрия Степаненко, выходца из ФСО, крупного латифундиста и фигуранта расследований новой газеты. Одновременно знаменщик на параде Победы в Москве. 384 шага по брусчатке, темп движения 120 шагов в минуту. Смотрите специальный репортаж телеканала «Звезда». В этом году в честь открывать парад Победы выпала Артему Степаненко. В Преображенском полку знамя Победы доверяют лишь лучшим из лучших. Всего за полгода срочной службы. Артем доказал, что достоин быть знаменосцем. В своих силах он уверен на 100%. «Мы тренируемся каждый день, поэтому яйца 350-380 метров готов пройти просто с закрытыми глазами», рассказал «Звезде» знаменщик Артем Степаненко. «Через два года местная пресса помогает разобраться недоумевающим ярославцам. Откуда у студента Тесла, которую он разбил в Барвихе? Еще год спустя, уже во время войны, юный Степаненко снова попадает в аварию, на этот раз на Мерседесе. Просто въезжает в чужой автомобиль и едет дальше. И во время войны учреждает компанию по пошиву одежды. Цены на сайте уже стерты, но вот, например, костюм тактический, ориентирован на пребывание в урбанизированной среде. Стоит 140 тысяч рублей. Министерству обороны понравилось. Сумму контракта, стоимость комплекта формы предприниматель не называет секретной информацией. Производитель такой красоты вряд ли захочет умирать в ней по колено в крови и в грязи под украинскими дронами и снарядами в окопах под Бахмутом и Солидаром. Парады – это другое дело. То есть принципиально идеологическая готовность погибнуть есть, как у Маргариты Симоньян, но жизнь пока строит другой маршрут. Как помните, консерватория, суд Сибирь, ФСО, недвижимость, парад Победы, Барвиха, Теслы, полуспортивные костюмы за 140 тысяч рублей и контракт с Министерством обороны на поставки формы для СВО. Это привилегированный класс, новое дворянство, хозяева жизни. Этот статус так запросто изоляции и санкциями не отнимешь. Наоборот, происходит консолидация вокруг флага, вокруг вождя, говорит политолог Александр Морозов. Это одна из реакций на ситуацию. С одной стороны, мы видим хорошо, что происходит такая консолидация вокруг флага. Это неизбежно, потому что в условиях, когда дела идут плохо, но тем не менее вождь показывает необходимость самопожертвования и дальнейшего участия во всем этом, какая-то часть консолидируется. Это, несомненно, так. Другая часть в нынешней ситуации, она настроена, я бы сказал, на выжидание такое. То есть настроение этой части элиты сводится к тому, что, ну, так сказать, переживем как-нибудь. Ну, американцы додавят без нас. То есть такая простая идея. То есть там Путина додавят как-то. Значит, мы тут помочь ничем не можем. И третья часть имеется. Это люди, которые, на мой взгляд, сейчас размышляют больше не над тем, что будет, а над тем всего-навсего, как спасти свои собственные, не только активы. Ну, действительно, надо понимать, что предприниматель так устроен, крупный и средний, что он как бы, так сказать, постоянно живет мыслью о рынке, несомненно. И устремляется туда, где открыт рынок. И так было всегда. И где открываются новые возможности. Потому что гуманитарий может сесть, так сказать, прочитать Ханнуаранд и сильно загрустить. Но если вы занимаетесь поставкой каких-то, не знаю, металлических конструкций, то вы немедленно теряете один рынок и сразу ищете другой. Вот и все. И они все заняты сейчас этим. Так и есть. И правительство одной рукой выделяет средства гособоронзаказа проверенным структурам и правильным людям, а другой рукой помогает бизнесу не светиться лишний раз работой на госзаказ, чтобы избежать санкций, которыми грозит сотрудничество с военпромом. По крайней мере, этим институт изучения войны объясняет и отмену для чиновников публикации декларации о доходах, сейчас чем меньше все вокруг знают, тем лучше, и предложение по отказу от открытых тендеров на госзакупках. Это как быть одновременно богатым и здоровым. Разумеется, пункт 2, спрятать под санкционную активность, полностью совпадает с пунктом номер 1, раздавая заказы кому положено. Впрочем, Минфин эту идею не поддержал. Как отмечает Корнеги политика, это еще один результат войны, раздрай, рассогласованность внутри бюрократического аппарата. Но желание облегчить жизнь себе и бизнесу налицо. Крупный частный бизнес старается держаться подальше от власти и от госзаказа, хотя бы не оставлять следов, потому что боится санкций, потому что они работают, могут чуть ли не рушить целые бизнесы, напоминает один из авторов списка Магнитского, адвокат Павел Ивлев. Результатов, на самом деле, достаточно много, особенно для тех людей, которые попали под эти индивидуальные санкции, потому что для них это, конечно, создает колоссальные проблемы, особенно для бизнесменов или людей, так или иначе, связанных за границей. Но обычно, если это большой бизнес, мы все знаем, что под санкции попали очень серьезные российские, крупнейшие российские бизнесмены. Для них это, конечно, создает массу проблем, если не сказать, что это вообще полностью, по крайней мере, на время разрушило их бизнес. Все хорошо помнят встречу Путина с крупным бизнесом сразу после начала войны, которую, как писала Нью-Йорк Таймс со ссылкой на одного из участников встречи, Путин специально организовал для того, чтобы на глазах у всего мира замазать войной этих предпринимателей. И все получилось. В течение нескольких дней все участники встречи оказались под санкциями. Вопрос в том, что дальше? Что с ними будет? Чем конкретнее обсуждается возможное поражение Путина, тем острее стоит другой вопрос. Что представляет собой российская элита сегодня и какова ее потенциальная роль и в завершении войны, и в жизни после войны? Можно ли связывать с российской элитой надежды на отказ от милитаризма даже на смену политического режима? Санкции бьют по конкретным олигархам, чиновникам, артистам, пропагандистам. Списков этих много. Один в Киеве, другой в ЕС, третий в Британии, четвертый в США, пятый в Канаде и так далее. И они постоянно расширяются. Например, только что Канада внесла в список несколько десятков артистов и пропагандистов. Татьяна Миткова, Сергей Брилев, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Михаил Гаустян и так далее. Например, Британия только что внесла в свой список Светлану Кривоногих. Про нее издание проекта, помните, писало, что после романа с Путиным она стала акционером Банка России. И в тот же список Британия внесла бизнесмена Бориса Титова, потому что обоснования, они связаны с резиденциями Путина. Всем этим конкретным людям и их родственникам жить становится сложнее и хуже. Но сама санкционная машина Запада работает плохо, потому что предприниматели и чиновники перестроились и научились обходить санкции, а перекрыть все возможности для торговли невозможно. Россия слишком большая страна. Евгений Чичеваркин приводит пример, никак не влияющий на политику Кремля Михаил Фридман, заперт у себя дома и не может выйти из санкций, а Газпромбанк продолжает работать и получать прибыль. Один из учредителей Transparency International, Франк Фоголь, советует Западу пересмотреть подход к санкциям. Как свидетельствуют факты, когда о санкциях было объявлено почти год назад, вокруг было слишком много оптимизма по поводу их потенциального воздействия. Не были проанализированы вероятные пути, с помощью которых Россия будет обходить санкции, такие как воздействия на УАЭ, Турцию, Китай, Беларусь, Грузию, Азербайджан и другие страны, с целью убедить эти страны продолжать торговлю, а также по необходимости самим обходить санкции ради России и принимать у себя олигархов, если это потребуется. Фоголь говорит главным образом про дипломатический прессинг на третьи страны, через которые Россия и российский бизнес обходят санкции. Но и индивидуальные санкции тоже активно критикуются за то, что в них есть кнут, но нет морковки. Логики выхода. Списки растут, но сейчас в Кремле этому только рады. Куда эти представители элиты теперь денутся от режима? После решения суда американские прокуроры заявляют о первом в истории переводе конфискованных российских средств Украине. Речь идет о пяти с лишним миллионах долларов владельца Царьграда Константина Малафеева. Еврокомиссия разрабатывает аналогичную процедуру в ЕС. Но посеять раздор внутри российской элиты таким образом вряд ли выйдет. Новости последней недели. Вашингтон исключил из санкционного списка Григория Лепса. Но, видимо, потому что умер вор в законе, для которого, как утверждали американцы, он перевозил деньги. Второй случай, не такой шевописный, но более интересный. Евросоюз снял санкции ни много ни мало с бывшего главы Севастополя. Севастополя в Крыму. Дмитрия Овсянникова. После того, как Европейский суд удовлетворил его жалобу. Мол, на каком основании я в списке, я же больше не губернатор. Овсянников действительно ушел со своего поста. Его бы, вероятно, оставили под санкциями, потому что из губернаторов он перешел в Минпромторг. Но после того, как он устроил дебош в аэропорту, его оттуда уволили и выгнали из Единой России. Можно сказать, повезло. Теперь снова сможет вести бизнес на Кипре. На самом деле, тут важен прецедент. В Европе можно пойти в суд и добиться снятия санкций. Бывший коллега Овсянникова, действующий депутат Севастопольского парламента, Антон Пархоменко, возмущен. Это что ж такое делается? Говоря прямо, я считаю, что этот прецедент Овсянникова в нынешних условиях представляет, вообще-то, опасность для государственного строя Российской Федерации. Он расшатывает вертикаль власти. И федеральному центру сейчас нужно дать однозначный сигнал, что такие варианты недопустимы, что бежать отсюда некуда и незачем. Иначе вслед за одним побегут тысячи бывших носителей государственной тайны и высших должностных лиц. И депутат Пархоменко советует спецслужбам внимательно посмотреть, а кто еще обращался к адвокатам, которые вели дело Овсянникова в Европейском суде. Парадоксальная ситуация. Действующий российский депутат и пропагандист беспокоится, что Запад снимает санкции. Павел Ивлев говорит, возможность выйти из санкций через суд – это хорошо, но этого мало. Хорошо было бы, если бы был механизм и освобождения от санкций. То есть, если человек доказывает что-то делом, тем более помогает Украине. Вот этот момент очень важен. То возможно, если от него эти санкции снять. Но, опять же, все зависит еще и от того, какие это санкции. Потому что, скажем, в Европейском Союзе существует судебная процедура обжалования этих санкций. В отличие от Англосаксонской, Великобритании, Штатов, Австралии, Канады, где судебной процедуры как таковой нет. То есть, это все усмотрение правительства. Кому давать санкции, кого освобождать из-под них. Кроме этого, есть еще украинские санкции, которые, ну, как бы, самое большое число людей попали под украинские санкции. Там тоже есть определенные судебные процедуры, но пока она не заработала. А в Европейский суд, суд справедливости Евросоюза, многие уже подали иски. Значит, они будут рассмотрены через какой-то... Во-первых, должна быть процедура обжалования и возможности выйти. Во-вторых, конечно, правительства должны работать над тем, ну, а каким образом, скажем, люди, которые готовы помочь Украине, могут это сделать и таким образом освободиться от санкций. Путин построил очень жесткий режим. Бюрократия и бизнес боятся, если отползают, то очень тихо. Трудно понять, каков вклад санкций в то, что уволившихся и уехавших из-за войны топ-чиновников можно в целом пересчитать по одному пальцу одной руки. На самом деле, еще весной экономист Владислав Иноземцев сформулировал более радикальное предложение. Он назвал его «Вариант Милошевича». Единственный способ обеспечить безопасность Украины и Европы – сместить Путина. Санкции против олигархов в этом не помогут. План такой – разделить российскую элиту на тех, кто напрямую замешан в развязывании войны и военных преступлениях, и на тех, кто играл второстепенную роль. Это раз. Международный трибунал выдвигает обвинения против Путина и его приспешников, как военных преступников. Это два. Запад объявляет, что снимет все санкции в случае выдачи их в Гаагу. Это три. При соблюдении этих трех условий ситуация в России может стать совсем иной. В России меньше чем через два года должны состояться президентские выборы. Первые в соответствии с новой конституцией, которая позволяет Путину баллотироваться на пятый срок. Сама идея продления его правления никогда не была слишком популярна среди россиян. И никто не знает, что может случиться в 2024 году, если Путин будет баллотироваться в президенты в статусе обвиняемого, а еще лучше заочно приговоренного к пожизненному заключению международным судом. Избрать человека, признанного военным преступником, может быть перебором даже для русских. Но все может произойти и быстрее. Когда российская элита поймет, что Запад серьезно относится к своему предложению обменять военных преступников на свободу от экономических санкций, некоторые из них всерьез задумываются о государственном перевороте. Вариантом Милошевича эта схема называется потому, что Милошевич действительно был выдан сепским правительством Гаагу. Но дьявол, как говорится, в деталях. Давайте вспомним. События развивались так. Сначала, после натовских бомбардировок Югославии, Милошевич проигрывает войну. В июне 99-го он капитулирует, выводит войска из Косово и соглашается на ввод международного контингента. К этому моменту он уже обвинен в военных преступлениях международным трибуналом. Исторический прецедент. Впервые такие обвинения выдвинуты против действующего главы государства. Отмену санкций привязывают к свободным президентским выборам, которые Милошевич обязуется провести в 2000 году. Милошевич их проводит, но пытается украсть победу у умеренного националиста войслова Каштуницы. И так начинается бульдозерная революция. Бульдозерная, потому что протестующие привозят в Белград бульдозеры, чтобы разобрать возведенные полиции баррикады. Милошевич признает поражение. В октябре Каштуницы присуждают победу. Через три месяца Америка снимает санкции. И вот после этого начинается торг вокруг выдачи Милошевича. Каштуница готов судить Милошевича, но дома. И отказывается его выдавать. В это время 50% сербов вообще против суда над Милошевичем. 30% выступают за суд дома в Сербии. И только 9% согласны на его выдачу. Еще через три месяца, 1 апреля 2001 года, Милошевича арестовывают, но не выдают. Тогда Вашингтон выдвигает условия. Экономическая помощь, кажется, 50 миллионов долларов. И перспектива членства в ЕС только в обмен на сотрудничество с ГААГой. И Каштуница, наконец, соглашается. 28 июня Милошевича выдают Международному трибуналу. Суд состоялся отчасти, но, как известно, Милошевич умер до приговора в тюремной камере. Членства в Евросоюзе у Сербии так и нет. И, как пишет сотрудник фонда Корнеги Максим Саморуков, в Сербии и сегодня сильны антизападные настроения. Сербия со своей стороны все больше склонялась к тому, что предложенный ей западным обмен неравноценный. Преимущества евроинтеграции поблекли, а исход войны, наоборот, казался несправедливо унизительным. Сегодняшнее сербское общество не испытывает ни ностальгии по временам Милошевича, ни желания снова воевать с соседями. Но оно глубоко убеждено, что по итогам войны Запад поступил с ними несправедливо, унизил избыточно и незаслуженно. А потому симпатизировать ему им не за что. В любом случае, опыт Международного трибунала по Югославии можно считать успешным. Международный уголовный суд уже расследует военные преступления в Украине. Одновременно идет работа над созданием Международного трибунала по Украине с опорой на ООН. Трибунала, который предъявит обвинение лично Путину и его команде в развязывании агрессивной войны. Как и Милошевич, Путин будет в этот момент действующим главой государства. Но на этом сходство между положением Милошевича и положением Путина практически заканчивается. НАТО не будет бомбить Россию. В России полностью уничтожена оппозиция и невозможны выборы. Санкции пока так и не нанесли сокрушительного удара по российской экономике. Такого удара, который бы заставил элиту добиваться их отмены. Да, растет понимание, победить Путин в этой войне не сможет. Но даже если при поддержке Запада Украина прогонит со своей территории российскую армию, условный вариант Милошевич не работает. На что и с кем разменивать выдачу Путина? Через год после начала войны ответа на эти вопросы нет. Чтобы получилось хотя бы отчасти похоже на Югославию, нужно, чтобы хотя бы часть действующей элиты взяла на себя ответственность за демонтаж диктатуры и разворот курса. Таких сил в России сегодня нет, говорит Морозов. Настроение, которое связано с таким, ну как бы, попыткой пересмотреть весь 30-летний опыт и сформировать какое-то несопротивление, это было сильно сказано, но хотя бы во всяком случае какой-то контур там возможных дальнейших действий коллективных с точки зрения, вот с позиции как бы российского эстеблишмента. Нет, я, к сожалению, этого не вижу. Я вижу здесь прямо обратное, и у нас сейчас такое сегодня ощущение, что не только российское население по итогам 30-летнего транзита оказалось атомизировано, как говорят нам исследования Левада-центра, но и российский верхний класс и предприниматели, как оказалось, тоже атомизированы. Они не в состоянии образовать никаких, так сказать, коллективных действий, публичных коллективных действий. И поэтому мы все ждали, мы все в течение года, безусловно, многие из нас, и я сам тоже, с надеждой ожидал, что какая-то группа влиятельных российских деятелей, включая и, так сказать, людей из списка Форбс, проведут где-то за пределами страны такой, как бы, свой собственный, в кавычках, довоз, да, то есть российский альтернативный довоз. Я думаю, что это бы очень сильно прозвучало, в том числе и для европейских, и для всей мировой политики, если бы это было. Но этого в течение года не произошло. Не только довоза, но и даже, так сказать, менее масштабных, но обнадеживающих шагов. Попросту говоря, и вот это все говорит о том, что в российской элите есть настроения адаптивные, значит, энергичные, есть такие адаптивные настроения упадочные, и есть патриотические настроения. Но вот, к сожалению, настроения, с которыми можно было бы связать дальнейшее возникновение какой-то субъектности политической, которая готова взять на себя ответственность за будущее, нет, этого нет.